Да, тут с этими санкциями нюанс. То есть 12 июня ввели на День независимости России. Помните, что это назывался раньше праздник День независимости России? Потому как в 1990-м, наверное, РСФСР объявил суверенитет законов РСФСР над законами СССР. Куда раньше, чем Украина это сделала. Да, так вот, как-то я в том числе зациклился на том, что эти санкции 12 июня, закрытие отрезания МОС-биржи от доллара и евро сильно впечатлили всех. Но по факту там гораздо более серьезная санкция была. Отсечение от программного обеспечения, запрет на программное обеспечение американское. Microsoft, на обновления, на вот эти все. Это скажется куда существеннее на производственные мощности, на способность производить вооружение, допустим. Вообще, ну просто технологически отсталая страна у нас и так. Рашистская Федерация была не так, чтобы сильно продвинутая. А теперь будет еще похлеще. И в общем-то, в принципе, ребята, видите, по-моему, за Россию уже взяли серьезно. Нам дали возможность лупить по территории Российской Федерации. Нам дают Патриоты, дают ракеты к Патриотам, дают F-16. Дали шведы вообще красавцы. Дайрло пару самолетов, пару даже не один. Я думаю, сейчас пойдет жара. В общем, я при своем мнении и так и остался, как я говорил, это еще когда-то зимой этой. К сентябрю, к октябрю изменения на поле боя будут существенные в пользу Украины. Ну, мне так кажется. Собода Украина. К сентябрю изменения на поле боя.